welcome to узбекистан попробую пройти от выставки узэкспа вдоль речки до телебашни 2 гис вроде как показывает что есть путь надо проверить на собственном опыте не туда пошел ну придется обойти значит бежит речка вот мост через нее и 4 и 6 и и и и А вон вдалеке телебашня. Говорят, что в Юна-Забаде нет парков, где прогуляться, но парком это может быть не назвать, но наличие набережной сглаживает некоторые моменты. В отличие от многих я могу прогуляться вдоль речки. С этим плавать, купаться на знак запрещено. О, какая яркая желтая лада. Видимо, когда-то работала в такси. Вот, кстати, само групп. У них Volkswagen, видимо, для делегации. Хороший бренд из всего того, что я здесь видел, само мне понравилось больше всего. Среди выхода к речке совсем не видно. Павильоны, стоянка, улица Кургазма. Или Кургазма. Наверное, мне скоро ударение нужно ставить на последний слог, поэтому пусть будет Кургазма. Вот он, экспоцентр. Два павильона, они не такие большие, хотя это целый УЗ-экспоцентр. То есть я в Москве в экспоцентрах не был, но, судя по фотографиям, из московского экспоцентра там, конечно, в разы больше площади. Ну, то есть можно сравнивать узбекский экспоцентр с российским или московским экспоцентром. Наверное, такие же разные масштабы, как у аэропортов московских и ташкентского. Здесь уже осень, 13 октября. Везде опали листья, но при всем при этом на улице 29 градусов. Здесь очень комфортно. Для меня это такое привычное лето в России. Хорошее теплое лето в России. Там поворот, это автомобильная дорога. Неизвестно куда ведущего. Там забор. Это парк ташкентский. Ну, как ташкентский, где этот? Возле аквапарка. Вот есть какое-то интересное строение. Заглянем, посмотрим у него что-то такое. И чем оно примечательно. Плиточка такая с орнаментом. Но орнамент, как мне показалось, не совсем узбекский. Здесь, видимо, какое-то заведение, сделанное в формате корабля. Правда, корабль уже пооптрепался, видимо, совсем-совсем здесь нечего делать. Конечно, непривычно. Во-первых, в октябре непривычно, что лето. Во-вторых, непривычно, что все вокруг зеленое. Но под ногами хрустят листья. Короче, такой вот диссонанс у меня некоторый есть. Вон туда можно пройти. Но я туда не пойду. На воротах. Эмблема якоря. Возможно, это единственное судно, которое есть на этой реке. А вон там сама река. Но река такого цвета. Прям... Несмотря на то, что здесь купаться запрещено, я бы даже, наверное, и не стал здесь купаться. Потому что вода не внушает особо доверия. Павильоны. Отель Экспо. Ресторан Синбад. Улица Кургазма. Такой вот мост. Он практически нифига не автомобильный. То есть машина тут ездит. Но, видимо, это все выставочные машины. А вот вход в аквапарк. А, кстати, аквапарк-то уже закрыт. Вон бассейн. Самый большой бассейн в этом парке. И там нет воды. Все. Отплавали. Хотя, если честно, я бы не обломался в такую погоду покупаться. Ну, для узбеков, привыкших к жаре, сейчас, конечно, холодок. Не знаю, в каком диапазоне сроков работает аквапарк. Ну, короче, весной и летом здесь делать нечего. Хотя и весной, и летом жарко. Ну, окей, тепло. Второй бассейн. Это как раз волновой. Тот бассейн, где время от времени запускают волну. Тоже осушен и ждет следующего сезона. И горки тоже пустуют. Никого нет. Короче, тема на сезон. Ну да, здесь вот можно прогуливаться, даже проезжаться на каких-нибудь роликах, великах. Классное место. Тишина, никого нет. Вокруг зелень, речка. Классно. Вижу ворота, на которых написано проход запрещен. Интересно, как-нибудь мне удастся там пройти? Или все, или это тупик? Похоже на то, что это тупик. Да, два гис вел меня сюда. Говорил, что я здесь пройду. Но, похоже, я ни фига там не пройду. Что-то там совсем все наглухо закрыто. Ладно, будем искать другой выход. Вот вам пока какое-то растение. Тут же что-то и ягоды. Тут же какие-то волокна. Наверное, это речной хлопок. По мягкости эти волокна такие же, на ощупь, как хлопок. Ладно, если найду выход, то буду снимать уже оттуда. А пока, 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 пока. В общем, я решил вернуться сюда, на улицу Кургазма. Потому что, либо меня сейчас через УЗЭкспоцентр, либо показать вам еще одну улицу, граничащую в стиле башни. То есть, вот такой пешеходный мост заброшенный, разваленный. Но, блин, короче, ребят, надо восстановить. Выглядит классно, но очень-очень старый, очень-очень разваленный. Так, здесь я даже не знаю, пройду я там или нет. Давайте прогуляемся вдоль набережной. Может быть, удастся там пройти. Вот такой вот был прикольный мост. Сейчас выглядит как разрушенный мост, как он еще может выглядеть. Блин, конечно, досадно. Я думал, что можно с моего района спокойно, хоп, и перейти в этот парк. Оказывается, все дороги перекрыты. Видимо, потому что теперь парк занимает экспоцентр. Тут что-то какие-то старые металлоконструкции. Тут теплицы. Причем теплицы почему-то подзаброшены. Внутри всякая ерунда растет. Точнее ничего. Или точнее сорняки. Зато есть комнатка для обмывания машин или отмывания. Похоже, я еще в один тупик уперся, потому что там забор, который обрамляет телебашню. Ладно, окей. Вот здесь много таких растений с пушком. Вот внизу еще не распустившиеся. Вот какая-то свалка. Внутри всякая ск 하니까 aide. Внутри всякой приводности. да вон девушки гуляют с коляской двигаются в сторону выхода наверняка не знают что делают и все-таки из тех ворот не удастся выйти заброшенная дорожка ведущая в никуда старый москвич еще такая же дорожка это абсолютно новый грузовичок здесь что-то какой-то цех наверное это просто склад выставки здесь в машине выставочное оборудование стульчики так далее вот непривычно грязная машина вот вышел из выставки и видео придется обходить все давать нормального такого круга ля голуби моются грузовичок Какой-то огромнейший ангар. Что там? Я не знаю. Так, и снова шлагбаумы. Похоже, короче, надо будет обходить еще больше, чем я подумал. Дорога заворачивает. Джим-отель. Вероятно, это какое-то спортивное заведение. Сейчас узнаю. Может быть, я пройду здесь насквозь. А я до телебашни пройду здесь, насквозь, туда. К телебашне я могу пройти? Здравствуйте. Я пройду там в телебашне. Туда надо идти до светофора по кругу. Все ясно. Все, рахмат. Короче, насквозь я здесь не пройду. Пойдем за девушками, которые, видимо, знают, все-таки, куда идти. Тут прям огромнейший в формате ангара дом. Видимо, все-таки такая спортивная тема. Сейчас посмотрим. Республиканская с дюшер по гимнастике. Ну, прям мега какое-то глобальное заведение с дюшер по гимнастике. Тут либо на нескольких уровнях расположены тренировочные залы, либо просто приезжает весь Узбекистан посмотреть на выступление. А где бы я ни был, в центре, на окраине, в центре окраины, везде много частных домов. Тут, кстати, крылец не так много. Таких крылечек, чтобы стояла тачка, и на нее ничего не падало. Здесь не обнаружено. Там что-то детская площадочка. О, что это у нас? Вольцваген. Альфа-Ромео. Вообще пушка-огонь. Вот, кстати, нормальная идея для частного бизнеса. Живет человек здесь. Здесь же стоматология. Если ты стоматолог, то поработал, пошел домой. Фактически никуда не удаляюсь. Так. Теперь проверка. Пройду ли я по частному сектору туда. Ну, судя по наличию дороги, давайте пройдемся по частному сектору. Что по дорогам-то шляпать? Ну, а тут уже крыльцо есть. Причем полукруг сделан в другую сторону. То есть он, получается, скат у него не по бокам, а вперед и назад. Вот такая дверь суровая с бойницей. Кстати, да, мне комментаторы обратили внимание, что нет вывесок с номерами домов. И я могу сказать, что их реально нет. В России привычно, что ты, находясь даже в самой заднице частного сектора, есть какие-то вывесочки. Вот кто-то, видимо, для себя сам вывесил. И в Тихоп 16 только часы. И мой дом. Тут еще такие старые деревянные рамы. Между ними решетка стоит. Решетка не снаружи, а между рамами. Вот тут кто-то уже окна посерьезнее практически в пол сделал. Кошарик. Кстати, в России на улице дофига собак. Бродячих. А здесь уличных кошаков дофига. Что это у нас? Айва. Еще, видимо, у него рожай. Вот так вот соседствуют два дома. С крутыми воротами и с такой немножечко постарше. Вот еще одна Айва. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие ворота. А это урна. Куда не обломался, поставил себе урну. Чтобы у него проходящие, такие как я, не бросали мусор, где попало. Ну, хотя я и так этого не делаю, но тем не менее. О! Смотрите, какой прикол. Растут перцы. Прямо на огороде. Все, задали мне задачку теперь. Искать название улиц. Вот и в Тихор. 16 только шсы. Так. Ну что, прогуляемся туда? Или там все-таки тупик? Сейчас посмотрим, что нам скажут карты. Ну да, кажется, там тупик. Да, там тупик. Поэтому все-таки пойдем на светофор. Куда нам говорили? Ну да, единственный шанс это сейчас добраться будет. То есть это такой замкнутый частный сектор от забора с Дюшора до вот этого перекрестка, где я сейчас свернул. А туда дальше идет два замкнутых контура. Без упрощения и выхода. Вот кто-то себе такой полукруглый балкончик сделал. Тут что-то какая-то белкая тема растет. Тоже, видимо, или айва, или что-то в этом духе. Тут уже видно, что старые гаражи с такими древними деревянными воротами. Это вшатанная Волга. Там кто-то заморочился, сделал себе навесы прямо до самой крыши. разноуровневые ступеньки. Все как мы любим, без расслабона. тут вот овцы на рекламе самсы. Кстати, раз видно, как на улице просто выставляют продукцию. Холодосы все стоят на улице. Эх, не по зебре я пошел. Ну да ладно. Вот такое. И старые ворота собраны из рек. Ну да, правильно сделал, что перешел. Хотя вот он спортивный комплекс. Я думаю, что все-таки насквозь я бы здесь прошел. Просто меня решили не пускать. Ну и, кстати, на входе сидел товарищ. У него вроде как на шильдике было мили и гвардия написано. То есть, хотя это может быть та самая вневедомственная охрана. вот каждый к своему дому пытается выложить собственные варианты плитки. Даже технические люки выполнены под плитку. Прикольно. А у кого-то нет денег, чтобы поставить себе ворота побогаче. Вот телебаш-то отсюда видно. О, старый домик, трехэтажка. У кого-то даже... А, нет, я думал, что нет решеток, а не просто между рамами. То есть, решетка есть у всех. Здесь уже дело в 100% не в том, что кто-то вывалится, а в том, что могут забраться воришки. И такая вот традиция. Дорожный ремонт. Школа футбольного мастерства. Скоро будет открываться магазинчик. Да, ни одного окна без решетки. Даже вот на подвальных помещениях разного рода решетки установлены. My school даже въезд во двор все равно выполнен в формате ворот. Какого-то огород все разложено по грядочкам. у quality technology, профессионализм, ашфорд, профессиональная строительная химия видимо это то что делать в узбекистане а вот так преобразили домик или вот такой уже построили да скорее всего это пристройка к старому дому ну что у меня садится батарейка так что в любой момент этот видосик оборвется а вот выход к пяти казанам самому популярному ресторану плова хотя я бы сказал что плов там мега вкусно наверное можно что-то заказать себе такое прям супер мега но плов как плов не хуже не лучше чем у других кстати когда там был предлагали только плов такое ощущение что там больше ничего нет ну вот и все всем пока